Здравствуйте, в эфире Крымли, в программе о том, как живут крымчане в оккупации и вынужденном переселении. Сегодня в выпуске о таких темах. Научиться не бояться, политузники Сенцов и Кольченко сказали веское слово на судилище. Защита политузника Костенко в так называемом Верховном суде Крыма будет доказывать, он невиновен. Путин в Крыму снова метит территорию. Царь с человеческим лицом завозная группа исписывает Крым граффити, а вояжена полуостров Путина с гостем в студии. Конфеты, золотые купола и сыра Негин, как Россия затаривает Крым своими продуктами. Закончилось судилище над политузниками Олегом Сенцовым и Александром Кольченко. 25 августа должен быть вынесен приговор. Сроки, которые просят обвинения, огромные. В своем веском и, конечно, не последнем слове ни о каком снисхождении узники просить не стали. Александр выразил благодарность всем за поддержку. Олег посоветовал россиянам, которые понимают, что происходит, научиться не бояться. 23 года колонии строгого режима требует российская прокуратура для политузника Олега Сенцова. Сегодня в Ростове-на-Дону в суде прошли прения по делу. Политузники сказали последнее слово. Напомним, крымчан Олега Сенцова и Александра Кольченко, похищенных ФСБ в Крыму, в российском судилище обвиняют в террористической деятельности. Известному кинорежиссеру Олегу Сенцову пытаются вменить создание экстремистского общества. Для Александра Кольченко прокуратура России требует 12 лет колонии. В прениях адвокаты политузников говорили о том, что из материалов дела очевидно. Черни действовал самостоятельно. Защита считает, что сотрудники ФСБ осуществили провокацию и сфабриковали доказательства для обвинений в терроризме, заявляет адвокат. Дмитрий Динзы напомнил также о том, что человеку, записывавшему Черния по указанию ФСБ, ведомство к тому же ставило задачу провоцировать Черния на совершение преступления. При этом в показаниях фамилии Сенцова и Кольченко появились только, когда Черния и Афанасьева пытали. Все остальные свидетели обвинения не говорили никогда ни о Сенцове, ни о Кольченко. Поддержать активистов приехала сестра Надежды Савченко Вера. В зал ее не пустили, но она успела крикнуть политузникам «Тремайтеся про вас вся Украина говорить! Слава Украине!» В ответ ей крикнули «Героям слава!» После этого пристав вывел Савченко из здания суда. В своем последнем слове Александр Кольченко заявил о том, что все дело сфабриковано и политически мотивировано. Это подтверждается тем, что дело переквалифицировали с поджога на теракт только после получения необходимых показаний. Заявил он. Александр поблагодарил Геннадия Афанасьева, отказавшегося от ложных показаний, выбитых из него под пытками. «Я был поражен громким, красивым и сильным поступком Афанасьева», – сказал Кольченко. Оба политзаключенных напомнили суду, что их пытали. Олег Сенцов в своем последнем слове говорил о трусости. «Она может начаться с малого», – считает Олег. «Как в случае с Черньем, который оказался готов отказаться от убеждений и оговорить других людей, лишь бы перестали бить. Я не знаю, чего стоят такие убеждения», – добавил он. И отметил пример Афанасьева, как проявление несломленного духа. Олег Сенцов пожелал тем россиянам, которые все понимают, научиться не бояться. «Суток у панков не может быть справедливо по определению. Ничего личного нечего». «Я вам про другое хочу сказать. Он типилат такой был персонаж. Он когда посидел на Луне много лет, подумал о свой поступок. Потом, когда его простили, он ушел по лунной дорожке с гоносой и говорил ему, «Ты знаешь, ты был прав. Самый страшный грех на земле – это трусость». Это написал великий русский писатель, был гатор, книги мастера Маргарита. «Я с ним согласен. Я очень рад, потому что Ген Афанасьев смог перешагнуть себя, оступился, но в конце концов понял, что его шанс и сделал очень мужественный правильный поступок. Я очень был удивлен тоже этим и рад за него. Не тем же, что даже делал, что будет большой скандал, какой-то будет проблем, это для нас оправдает. Нет, тут его ничего не будет. Я рад за него, что он будет жить дальше и ощущать себя человеком, который не скрусил». Приговор по делу украинских политузников должны огласить 25 августа. Тем временем стало известно, что Европейская киноакадемия направила письмо российским властям с требованием освободить Сенцова и снять с него все обвинения. Письмо подписали Кен Лоуч, Фолькер Шлендерф, Анджей Вайда, Вим Вендерск, Шиштоф Зануси и многие другие режиссеры и актеры. А сестра Олега Наталья Капаун подала на днях в суд иск против российских пропагандистских каналов о защите чести и достоинства режиссера. А 26 августа так называемый Верховный суд Крыма должен рассмотреть апелляцию по делу активиста Евромайдана Александра Костенко. Его адвокат собирается использовать все способы защиты. Друзья Александра отмечают, что украинская власть слишком мало внимания уделяет его судьбе. Защита политузника Александра Костенко настаивает на выполнении Женевской конвенции об оккупированных территориях. Адвокат активиста Евромайдана Дмитрий Сотников заявил на пресс-конференции в Киеве. Поскольку так называемая Крымская прокуратура сослалась в этом деле на закон Украины об оккупированных территориях, значит она признает законодательство Украины. И соответственно защита будет ссылаться на Женевскую конвенцию. А она гласит, что на оккупированных территориях применяется национальное законодательство страны, которой территории принадлежали раньше. То есть по мнению Сотникова Костенко должен быть применен Уголовный кодекс Украины. Рассмотрение апелляции по делу Костенко так называемым Верховным судом Крыма назначено на 29 августа. Напомним, его осудили на 4 года и 2 месяца лишения свободы за якобы нанесенные в Киеве легкие телесные повреждения беркутовцу и хранение ствола оружия. Защита пытается добиться возбуждения дела из-за пыток Костенко. Поэтому в данных направлениях, безусловно, у нас есть сейчас различные возможности работы, такие как подача жалоб в вышестоящие следственные органы, подача жалоб в судебные органы. Мы их сейчас реализуем. Улики против Костенко сфабрикованы, уверен адвокат. Защита готова предоставить неоспоримое доказательство того, что нерабочую часть ствола Александру подбросили. А ведь именно за это ему дали большую часть срока. Понятые утверждают, никто из них не видел при обысках якобы найденной части ствола. Фото ствола сделано на общем фоне, неизвестно где находившимся. Не видно, что это жилье Костенко. К тому же даты в протоколе изъятия ствола и номер пакета, в котором он находился, не соответствуют друг другу. Свидетелем по делу должен был проходить отец Александра, Федор Костенко. Его исчезновение по пути из Киева в Крым адвокат связывает именно с тем, что он должен был давать свидетельские показания. Он должен был 4 марта вернуться обратно в Крым. Но в Крым он не вернулся, а связь с ним прекратилась, как утверждает его младший сын Евгений, прекратилась уже на территории России, когда он уже вышел из Романа. Когда он уже подключил номер МТС Краснодарского, который в том числе действует на территории Крыма. По мнению друга Александра Станислава Краснова, судьбе политузника слишком мало уделяют внимания власти Украины. Представитель по правам человека, она написала письмо в Москву своей коллеге. Это было в феврале, по слову стало известно, что Александр арестован. Ну, в принципе, на этом государственное вмешательство, насколько нам известно, закончено. Все остальное, что происходит, происходит исключительно нашими силами, то есть общественных активистов, журналистов и все. Адвокат Дмитрий Сотников заявляет, намерен по максимуму использовать все возможные средства защиты. Если апелляционная инстанция Костенко не оправдает, адвокат подаст на касацию. Путин в очередной раз прилетел в Крым. Политологи считают, что это скорее внутриполитический акцент. Очередная метка территории и пиар-акция. Приезд Путина в украинский Крым – это вызов для цивилизованного мира и продолжение сценария нагнетания ситуации, который реализуют российские военные и их наемники на Донбассе. Так оценил новый визит российского президента глава украинского государства Петр Порошенко. Об этом сообщает его пресс-секретарь Святослав Цеголко. Путин сегодня в Ялте провел выездное заседание президиума Госсовета России по вопросам развития туризма. Такие поездки, заявляет президент Украины, означают дальнейшую милитаризацию оккупированного украинского полуострова и приводят к еще большей его изоляции. Только в составе Украины Крым имеет будущее, в том числе и туристическое. К прилету Путина Крым увешали его портретами. Особенно подходящим проукраинские пользователи соцсетей назвали вот этот портрет среди грязи. А в Симферополе недавно появилось еще и граффити. Его то ли не дорисовали, то ли прохожие уже высказали свое отношение, залив его частично краской. Путин же тем временем рассказывал Госсовету в Ялте о том, что россияне больше стали отдыхать, собственно, в самой России. Только ему тут же приходится признавать, не курорты страны за год стали идеальными, а люди обнищали. Конечно, свою роль, безусловно, мы с вами это прекрасно понимаем. Играет и текущая экономическая ситуация, ценовая конъюнктура, курсовая разница. Отдыхать во многих зарубежных странах стало, конечно, дороже, если переводить это на рубли. Глава Меджлиса Крымско-Татарского народа Рифат Чубаров отмечает, что после этого заседания состоится неформальная встреча Путина с национальными общественными объединениями Крыма. По мнению Чубарова, там он вновь озвучит аргументы, которые должны быть положены в основу ожидаемого Путиным торга с лидерами западного мира. Вы нам Крым, мы вам уход из Донецкой и Луганской областей. Глава Меджлиса не исключает, что в этой риторике Путин использует и крымско-татарскую проблематику. С представителями национальных организаций Путин встретился, конечно же, подконтрольных. Снова пошли в ход их старые пиар-приемы. Предводитель всех людей и животных побывал на дне, вызвав тем самым целый шквал саркастических комментариев и демотиваторов по поводу того, что такое не тонет. Не побрезговал голландским, а не отечественным батискафом. Рекламировать царя с человеческим лицом в Крым прибыл целый десант графитчиков. Очень вовремя. И тут же договорился с властями увыковечить вождя на стенах. Путины множатся в Крыму. Уже семь разнообразных вождей поселились на стенах полуострова. Самый первый появился в Симферополе на перекрестке улиц Маяковского и Пушкина неделю назад. Вождей изобразили на фоне столичного железнодорожного вокзала. Подбитый неизвестными глаз авторы ему уже исправили. Так что эмоции проукраински настроенных крымчан понятны. Но и сторонникам Путина изображение не очень нравится. Некоторые в шоке от непрофессионализма так называемых художников. Натурально, чтобы рисовали. Более натурально. Профессионалы, чтобы рисовали. Немножко есть расхождение с рисунками. А так пусть рисуют. Тематика должна быть. Город, чтобы вот эту грязь всю спрятать. Низкохудожественные рисунки. Хотелось бы, да, покрасивее. Если красивые рисунки, то нормально, отлично. Отношу. Но если похабные, то, конечно, плохо. А я как поважаю. Зачем это делать вообще на домах? Это не нужно совершенно. Почему раньше этого никогда не было? Положительно относимся. Нам нравится. Мы за. Путины у гений в кисти все разные. Есть синеглазые, есть кореглазые. Некоторые художники вышли из положения при помощи очков. У многих Путиных лысины стыдливо прикрыты волосами. Один из ялтинских – прямо ленины дети. Вот у этого симферопольского и вовсе рукав скинута в фашистском приветстве. У керченского хищная усмешка и заостренные уши. Кое-кто из крымчан уже думает, как бы чего не вышло из таких портретов. Только насчет этих наших товарищей руководителей я бы не советовал никому рисовать. Для этого есть официальные лица, официальные все. На столичной улице Куйбышева горожане уже тоже выразили свое отношение к вождю. Меткий бросок пакетика с краской в очки осуществили сегодня ночью. Растущий, как на дрожжах, Путин и дело рук некой арт-группы «Катюша». Сопровождают свои работы хештегом «Наш». Группа, появившаяся на полуострове прямо перед приездом российского президента, уже успела создать свой сайт. Только вот найти хоть какую-то предысторию этой «Катюши» в соцсетях не удалось. На сайте они утверждают, что среди российских художников есть и крымские. В интервью к крымским каналам говорят, что все с материка. Керчанам авторы известны как москвичи. Не удалось услышать и откровений самих художников. За всех отвечает некий координатор Корнеева. Вот интервью к крымскому каналу бодрым заученным текстом, похожим на манифест сайта группы. Благодаря Путину Крым вернулся в состав России. И сейчас мы уже видим, как Крым на глазах меняется. Самое главное, что война не пришла сюда, это огромная заслуга Владимира Путина. Кто обеспечивает художников краской, инструментами и правом на политическое облагораживание коммунальной собственности – секрет. Но крымские руководители очень быстро идут им навстречу. Только Севастополь пока стоит неприступный для графитчиков из «Катюши». Там еще год назад Путина другие заезжие россияне изобразили с размахом на всю стену пятиэтажки с кондиционерами в руках. И в новых Путиных, по всей видимости, севастопольские власти пока не нуждаются. И сегодня у нас в гостях бывший российский и теперь уже украинский журналист, заместитель гендиректора канала АТР Айдер Муждабаев. Ну и обсуждаем мы вояж Путина в Крым. Айдер, как разделяете ли вы эту точку зрения, что это была своеобразная метка территории и нужно было продемонстрировать снова эдакого царя с человеческим лицом, который проблем не решает, но говорит народу «Я знаю, они у вас есть». Я уже потерял эту логику. Мне кажется, там уже метили-переметили. Уже и так ездили, и эдак, и вдоль и поперек. Непонятно, но получилось смешно. Потому что вот это игры с колыбелькой, совершенно просто дурацкие. Что вот эти погружения, что знаменитое совещание «Где деньги?» Мне кажется, для меня это какой-то рубеж того, что они изговорились. Вот нечего уже сказать просто. Занимаясь какой-то чепухой и действительно заговариваться начали, потому что я так понял, что на какие-то важные вопросы они там не ответили. И то, что там якобы Владимир Владимирович пообещал достроить соборную мечеть, и такие глуповатые люди из числа мусульманских священников, некоторые там подпрыгивают, особенно кто помоложе, что вот он построит нам мечеть. Раз уж Путин сказал, то все сейчас построится. Ну, я вам скажу, что в Москве соборная мечеть строится уже, по-моему, лет 15. До сих пор не достроили, да. И Путин им лично ничего строить не будет, пусть даже и не думает об этом. Тут вот есть несколько моментов тоже характерных. Перед визитом Путина появилась информация о том, что в Ялтинскую мечеть пришли ФСБшники и заявили о том, что здесь нужно поставить видеокамеры. Это один момент. И второй вот момент такой не... Я так понимаю, что очень много людей из числа крымско-татарского народа были оскорблены вот этой ситуацией с колыбелью, потому что говорят, что людям не из народа ее вообще не дарят. Расскажите немного об этом. Ну, вы знаете, эта колыбель не является какой-то там святыней. Это все не существует же в природе. Это легенда. И такого прям культа этой золотой колыбели нет у крымских татар. То есть отношение спокойное. Ну, по крайней мере, из тех, кого я знаю. Просто там же легенда старая про то, что ее там некий князь горных горцев там местных спрятал от генуэсцев. И за колен попросил злых духов покарать каждого иноземца, кто попробует к ней прикоснуться, чтобы поработить Крым. Вот. Ну, а тут, в общем-то... Иноземец? Ну, это просто спектакль какой-то дурной. Я говорю, Римзи Ильясов, наверное, мы его недооцениваем. Мне кажется, это такой патриот Украины. Мы потом многое узнаем о его подпольной антироссийской деятельности. Потому что вручить, вот, прочитав там всего, легенда-то, вот на печатный лист, не очень мелким шрифтом, прочитать можно было, в принципе, что любой иностранец, иноземец, который прикоснется к этой святыне крымского народа, значит, на него все кары небесные падут, там, и не знаю какие. Это такая, конечно, легенда. Она такая больше мистическая, она не религиозная. Но смысл в том, что подарок своеобразный. Я бы на месте протокола, просто, наверное, совсем там, как-то уже люди мозгом обнищали и занимаются уже полной византично. И все, что блестит, то в руки шефу тащат. Но надо было почитать эту легенду. Она какая-то, получается, такая, у меня другая картина в голове. Отважный Римзи Ильясов, оставшийся в подполье, глубоко законспирированный, но высоко поднявшийся в иерархии агент, значит, реализует такой коварный план с целью, значит, как-то просто уже мистическими какими-то силами воздействовать на президента России. Может быть, он такому всему миру хочет что-то показать. И вот этой черной меткой, вот кары небесные и так далее. Но я единственное надеюсь на то, что все-таки, не надеюсь, я думаю так, что все-таки Владимир Владимирович к этой колыбельке-то больше не прикоснется никогда. Хотя бы из чувства брезгливости к холопам. А может, он и не брезгует ими, я уж не знаю. Там все так перевернуто. Может быть, эту колыбельку куда и поставят, может быть, в спаленку или в кухоньку. Не представляю, какие там нравы. Ну, представителям ФСБ, видимо, надо задуматься о том, кто такой Римзи Ильясов, судя по всему. Да нет, ну, нормальный человек, хороший. Хороший Римзи Ильясов, очень хорошо нес. Я представляю себе, не каждый официант так быстро и неаккуратно несет. Там полстала он прошел, а так на видео видел. То есть Римзи Ильясов не останется без работы ни при какой власти. Вот последний вопрос. К сожалению, времени не очень много. На ваш взгляд, вот ситуация с Чалом и Миняйло, если знаете все это расположение сил. Опять же, как это характеризует поведение Путина? Ведь этот конфликт он тоже не пытался даже решить. Накануне вызвали этих людей в администрацию президента, пояснили им, что никаких митингов быть не должно, что они должны помириться, найти какой-то компромисс, и все. Путин приезжает, тишь да гладь. Это такая тактика путинская, не вникать самому в эти проблемы. Или просто не решать, просто замазать, понимая, что это все не решить. Владимир Владимирович живет в истории. Даже не в географии, даже не в геополитике. Он живет в истории. Частью этой истории является современная геополитика, которая закладывает фундамент будущего памятника самому себе. А вот эти какие-то меняйлые, какие-то чалые, кто это? Это кто вообще? Они что там мутят? Ну-ка, дети, перестаньте в песочнице песок от вас тут сыпется под ноги фараона. Понимаете, они просто не понимают, что их борьба никому не нужна, эти митинги никому не нужны, что никто их не будет слушать, какие-то там им что-то доказывают, Владимир Владимирович. Это все решается не на его уровне совершенно. Ему внутренняя политика вовсе не интересует. Для него Крым, это он повесил там иконку себе, образок, да, и периодически выносит, значит, на балкон показывает людям, как она блестит, эта икона издалека. А вот эти моно-частности проблемы Чалова, ему настолько вот просто безразличны, абсолютно. И Чалов, мне кажется, это понял уже, хотя он вроде бизнесмен, но такой наивный человек оказался. Ну вот тогда последняя ремарочка, к сожалению, время наше истекает. Дело в том, что вот эту ситуацию не решает не только не Путин, ее вообще никто не решает. И смотрите, не поехал Путин, например, в Херсонес, зная, что там была скандальная ситуация, хотя там его ждали. Ну вот, я думаю, на этой ноте мы уже закончим. В гостях у нас был Айдер Муждабаев, заместитель генерального директора канала ЭТР. Мы обсуждали воежж Путина в Крым. Поручил Путин и активней убивать в Крыму санкционную еду. Упомянул о ней наряду с наркотиками. Требует усилить контроль. На прилавках полуострова все больше появляется российских продуктов. Хотя немало еще и украинских. Нравятся ли крымчанам изменения в товарах и какие пользуются популярностью в последнем сюжете выпуска. Конфеты, золотые купола, сгущенное молоко СССР, потому что самая сладкая сгущенка России. Сыр «Онегин». Крымчане знакомятся с российскими брендами, которые медленно, но неизбежно заполоняют полки магазинов и супермаркетов. Есть и украинские товары, особенно они заметны в отделах макаронных изделий и водки. Работники магазина утверждают, что распродают остатки. Проблем с ассортиментом уже нет, уверяют они, традиционно отказываясь сниматься. Все у нас в порядке, все у нас есть. Крупы, макароны, консервация, молочка. Покупатели довольны меньше. И не только исчезновением привычных товаров. В Крым возвращается такое советское явление, как дефицит. Ну не знаю, удовлетворение, если раньше заходила, получала. То есть я в одном магазине могла все купить, то, что мне надо. Сейчас и сюда, и в Ашан, и в Сильпо, и, извините, как женщины. Мы ищем, рыщем, что мне запланировала купить. Сейчас я вот впервые попала за где-то год. Не было даже элементарно собачьего тормя. Вот кошачка, я все говорю, господи, что у нас собак пить стали любить. Сложно найти хорошие молочные продукты. Крымские быстро разбирают. Украинских мизер, российские не отвечают потребностям. Один из покупателей супермаркета, делая закупку молока и кефира для своего магазина, объясняет, что выбора нет. А это уже по избежности выходит, того нету, значит, надо что-то это брать. И с той варианты, вот это очень плохо. А что это? И хранится новая деревня. Сколько брали, то всегда не окончательные сроки попадают. Новая деревня – российская молочная марка. Ее продукцию поставляют из Нальчика и Московской области. Свет не близкий, а все-таки везут. Сметана этой марки обойдется в 75 рублей за 400 граммов. Ограничен рынок и сырной продукции. Всего несколько видов сорта – российский. Самый ходовой – от украинского производителя «Шостка». Я советую с продавцами. И я, конечно же, верю им, доверяю. Там производителя, да, вот «Шостка» мне очень нравится. «Шостка» – выбор. Это мой выбор «Шостка». А самый дешевый это какой? Ну, это продукт сырный, самый дешевый. Он стоит 212 рублей. Его берут? Да, берут. Мир колбас разнообразнее. По-прежнему есть украинская продукция. Но приоритет местным производителям. Благо, в свое время две крупные фабрики наладили работу. Я выбираю эту продукцию. А что это? Скотцом. Крымский. Крымский. Многие стараются выбрать крымскую продукцию. Это учитывают и в магазинах. Так, в яичном отделе ценники явно намекают на местное происхождение товара. Например, написано «яйца куриные мирненские». 15 штук, 73,61. Это почти столько же по цене, что и продажи в лотках. Покупатель легко ассоциирует название с селом Мирное Симферопольского района. Но на упаковке тот же штрих-код, что и на ценнике. И место производства – Ростовская область. Покупатели стараются брать яйца сладков 4,36 за штуку. Производитель не указан, но ясно, что в таком виде издалека не привезут. Свой выбор товара крымчане аргументируют по-разному. В основном ориентируются на цену, а не на изготовителя. Вы знаете, не принципиально. И в Украине были хорошие продукты, и в России есть хорошие качества продукты. Поэтому это не принципиально. Не знаю, на интуицию, на те продукты, которые знают. Производитель имеет знаки? Нет, конечно. Ну, смотря что. Если какая-то, когда это кассатка, то нет. Конечно, не будем просто на вид. Чтобы пусто было, ну, чтобы красиво упаковано. Знакомые уже какие-то еще названия. Ну, и на цену, конечно. Цена у нас, конечно, в Крыму, ого-го-го. Я вот была во Владимирской области, цели вот так отличаются. Обидно. По данным крымских властей, российские продовольственные товары в Крыму занимают 80% всего рынка. Однако официального запрета на торговлю украинским товаром для крымских магазинов нет. Как поясняют в супермаркете, от Роспотребнадзора пока никаких ограничений на импорт не было. Можно предположить, что процесс вытеснения всего украинского российским вызван политическими целями. При этом крупных российских торговых сетей в Крыму нет. Это были все новости недели. Больше информации смотрите на сайте канала BlackCityV. А я с вами прощаюсь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова